Количество преступлений, совершенных в отношении детей, выросло. Это, в частности, изнасилования, но которые были совершены 2-3 года назад и только в 2014-м раскрыты. Следователи сообщили, что на особом, постоянном контроле находятся педофилы. Как мы уже рассказывали, 3 года назад руководителя детского театра Владимира Чертищева приговорили к 3 годам колонии за развратные действия. Чертищева признали виновным в развращении мальчиков, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Сыщики регулярно проверяют Чертищева, а не работает ли он снова с детьми. Взяли у него скрининговые исследования, ДНК исследования, поставили его на учет на всю Россию, никаких совпадений нет. Он уже тут звонил, значит, хочет жалобу писать в Следственный комитет, что мы его тут уже все прессуем, достали. В налоговую написали, он как индивидуальный предприниматель как бы там работал, есть ли какие-то вопросы по налогам. Но вот из ведомств, Министерства культуры, из госорганов освежили запросы. У нас нет сведений и в ведомствах нет, что он работает официально таким вот образом. В этом году от действий злоумышленников пострадали более 700 детей, 16 погибли. 14% от всех злодеяний – преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По мнению специалистов, в проблеме виновны в том числе и родители, которые бывают равнодушны к своим отпрыскам. В недостаточном контроле родителей за времяпровождение детей, снижение воспитательной и обучающей функции семьи в семейном неглополучии. Это самое основное. У нас находится на первом месте по данному вопросу. Анализ лиц, совершивших преступление, теперь как бы портрет преступника против половой неприкосновенности несовершеннолетних, именно половой неприкосновенности, показал, что указанные преступления совершаются лицом мужского пола в возрасте от 30 до 40 лет, не работающим, не подпадающим под профилактический контроль в соответствии с нормативными актами МВД Российской Федерации.